Дай почитать. Его книга «Спекулянт. Подлинные и занимательные истории продавца антиквариата». Книга мозаично состоит из небольших фрагментов, описывающих реальные события правдиво, с юмором, увлекательно. Автор эмоционально, объемно и любовно создает мозаичное панно своей жизни. Почему-то вспомнилось пушкинское признание периода написания Евгения Онегина. Проза требует болтовни, забалтываюсь до нельзя. Вот и Аркадий Шварцер увлеченно повествует о своем отце, который в 1939 году попал в трудолагерь и выжил благодаря тому, что каждый вечер рассказывал товарищам по несчастью графа Монте-Кристо. А вообще он на самом деле был отважным и бескорыстным советским букинистом, настоящим библиоманом. Они жили в Москве, в филях, в коммуналке, где книги были везде. Спастись от книг было невозможно. Это и предопределило судьбу Аркадия Шварцера. Он, выпускник Мати, подающий надежды молодой ученый, всегда обожал книги. Ему нравилось держать их в руках, перелистывать. И вот однажды он, технарь, стал книжным спекулянтом, профессионалом и экспертом. Подробно автор расскажет о соседях по коммуналке, пионерских лагерях, сослуживцах, начальниках, покупателях. И все время он говорит с мягкой иронией и нежной любовью. Даже если кто-то и не очень нравился ему, все равно в повествовании не встретится ничего обидного или пренебрежительного. Что еще удивляет, так это прекрасная память автора и умение восхищенно поведать о далеких временах и заставить читателей восхититься вместе с ним. Сюжеты в книге «Хроники спекулянта» бывают просто невероятные. Например, обмен раритетного «Мерседеса» Евы Браун на автограф Ленина. Эта книга – возможность приподнять завесу над тайными спекуляциями, ценными эстетическими объектами и увидеть жизнь коллекционеров изнутри. 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волково 6А. До новых встреч! Дай почитать!